Мы пытаемся исследовать, как может быть философия или себя бытия мысли прилагаться к различным сферам человеческой жизни. Ясно же, что вряд ли удастся нам что-то философское обрести в курсах покойки и шитью. Наверное, да. Ничего там не получится сделать и никогда. А мы пытаемся в настоящий момент применить философию в такой своеобразной дисциплине, как урбанистика. В первую очередь нам надо понять с философской точки зрения, что такое город. Все знают, что такое город, подавляющее большинство населения в этих самых городах живет и так далее. Но вот, собственно, с философской точки зрения осознать, что такое, это непросто. У меня есть просто легкие контуры, легкие наметки всего этого, о которых я сегодня хочу рассказать. Вот смотрите, какая у нас фундаментальная, существует проблема в философии. В философии конститурируем другого человека. Каким образом вот это с двумя руками, с двумя ногами, иногда с одной рукой, либо с одной ногой, может восприниматься как равное нам самим? Другой. Другой души буквы. Не как камень, не как стелла, не как что-либо еще. Почему? Ясно, что это какое-то субъективное усилие, собственно, человека, потому что некоторые воспринимают хомячка, как равного себе, либо кого-либо еще. Что мы с этим делом можем сделать? Вот так. Значит, скорее всего, в самом деле, все дело стоит прямо обратно. Есть другое, а нас самих нет. Нет некой мойности, нет своей личности, ничего этого нет, а мы сами для себя выступаем как другой. Вот про это хочется заметить. Тогда получается, что нам и рядом с нами, то есть не мы предшествуем социуму, а социум предшествует нам. То есть другие, как некая общность, как некая многоглазие, предшествуют нам, и в их глазах, только благодаря отражению в их глазах, ну это метафора, конечно, мы осознаем себя, и только себя. Вот такая вот примерно идея у нас состоит в этом. То есть рефлексия осуществляется не в рамках отдельного индивида, отдельного сознания? Имеет как бы социальный некий путь, новый социальный путь. Быть может, быть может. Но, собственно, другой он воспринимается как я воспринимаюсь. Это не рефлексия, а самосознание. Я воспринимаюсь через другого, а не другой конституируется из моих собственных способностей. Быть может, это так, я просто хочу сказать. Причем здесь урбанистика. Поэтому очень хотелось бы различить такую фундаментальную, сделать различие между народом и городом. Чем отличается город, в котором я живу, и народ, которому я принадлежу? А отличаются они фундаментальным способом. И если народ – это принцип единства, я русский, он русский, тот русский, мы все принадлежим к одному народу. А тот – не русский, он ни к нам не принадлежит. То есть это некий принцип единства, который указан. То прямо напротив, город, как ни странно, это не принцип единства. Город – это принцип различия. Почему? Потому что в горожане, то есть в петербуржеце, например, не важно не то, что он петербуржец, а то, что он живет рядом со мной, и он принципиально другой. Что такое город? Город – это когда не я крестьянин, и рядом со мной ровно такой же крестьянин, и рядом с ним еще один такой же ровно крестьянин, мы все одинаковые. Это будет то, что называется село. А город – это когда я врач, он учитель, третий вузовский крыльтователь, четвертый музейный работник. То есть чем больше город, тем больше вот таких всевозможных функций, тем больше многообразия здесь заключено. То есть в этом смысле, в качестве философского некого основания урбанистики, мне хочется положить некий принцип различия. То есть город – это то, как бы это пространство возможности. То есть это возможность получить очень многое. То, на то, на что я сам не способен. Не способен не то, что потому, что я не способен, а потому, что я занимаюсь другими вопросами. То есть это пространство возможностей многообразных. У тебя все время происходит различия. Я не к разделению труда, я говорю к этому как принципу различия. Город – это когда у тебя группировка, в которую ты себя включаешь, она основана не на принципе единства, а на принципе различия. Если народ – это на принципе единства основано. То есть я русский, он русский. На самом деле, что мы русские, мы не важно, кто мы такие, какой у нас свет глаз. Но мы русские. Вот это наш принцип единства. То город – это как бы… В нем этот принцип различия положен как принцип различия. Нет, ну это тоже принцип единства, просто другой. Ну вот я так… Самый горожан. Я так как раз не хочу сказать, что в городе как раз не так. Не то, что мы петербуржцы, он петербурж, этот петербург. Но это тоже принцип единства какой-то. Нет. Это как раз принцип различия. Он врач, тот сантехник, кстати, еще кто-то. Вот эту я просто идею. У меня больше ничего, кроме этой штатной идеи, больше не жених. Нет, на самом деле, если думать, что и вроде так же, да, он там муж, он жена, а то это здесь, а это там деверь какой-нибудь, а это еще там кто-то. Да, но это то, чего отсылает нас к одному и тому же принципу. Ну так же и в городе, он врач его, тот там сантехник, а тот еще кто-то. Нет, все мы горожане. Да. Ну важно не то, что они все горожане, город как город, а в том, что они принципиально различные, чем я. А в народе и в племени важно, что мы все принадлежим к одному роду. Не важно, какие у нас есть различия. Это просто акцентуация разная. Ну да, но оно в принципе разное. Город же исторически возникает просто как некое тожеще. На месте тожеща, там, где происходит торговля, обычно вырастают города. Может быть, а может быть и нет. Ну вот это вот один из принципов. Другой принцип, это из самого этимологии слова, да, город, слово огородить территорию, да. Да, и вы... То есть охраниться от каких-то врагов, там, от каких-то... Да, и вы в этом, значит. От иного. Да. И вот если, как бы, вот этот принцип, то есть в сути города, в его, включено многообразное, как бы, содержание, как принцип. Если, по большому счету, советский моногород, да, городом не является, это супердеревня. У которого там все работают на одном заводе, делают одно и то же. Ну, если ты, как-то странно, надо бы феноменологически этим вопросом подходить. Сначала надо понять, что такое город из того, как он уже есть, а не так, как ты. У тебя есть некое понятие города, а потом ты пытаешься то, что, какие города ты видишь, подвести под это понятие. Одни подходят под это понятие, другие не подходят. Но это же неправильный подход. Подход должен быть феноменологический. Да, правильно. Должен исходить не из некой явленности городов. Брон, бывшая столица ПРК, был, скорее всего, деревней. Люди, работа, как бы, занимались одной и той же деятельностью. Ну, потому что у тебя определение. Ты определение абстрактное, и теперь, как бы, ты будешь насиловать реальность своим определением. Действительно, одни города подойдут под это определение, другие не подойдут. Но это, на самом деле, и так нельзя поступать просто. Ну, есть же различия между городом и деревней? Ну, давай попробуем понять. Деревня, которая готова... Мне кажется, что деревня, во-первых, это нечто открытое. Да, что в деревне нет, на самом деле, границы. Начало деревни, конца деревни. В городе есть границы, почему? Потому что сама структура города, это, как бы, огороженное место. Нет, сейчас оно не огороженное. Нет, нет, ну, это понятно, может, все-таки... Ну, да, и деревни, то есть... Деревня, то есть... Чем отличается деревня? Кем геоподравляющая народу, количество народу, занимается одной и той же функцией. Нет, а задумывайся, а почему огороженное место? Почему... И, как бы, деревни, да, которые... Если посмотреть, думать, как вырастает деревня. Таким образом, какой-нибудь войнарский поселок из двух домов, он тоже огороженное место. Или село, допустим, да? Тоже город. Что такое деревня? Это от какого слова? Видимо, от слова деревянное, да? Дерево, да. Это как бы возникает в лесу что-то. Или село, допустим. Что такое слово? Возможно, что город сразу вырастает в месте, где есть какое-то богатство, где есть что защищать. Ну, что в деревне защищать? Что с тебя взять-то там? Кроме подштанников. Вот те же самые подштанники и еще много. Ну, конечно. Представь, если пришел завоеватель, да, и перед ним выходит в драных подштанниках крестьян. Да, и зерно еще. Я взял, у них зерно отобрал, лошадей убрал, скотину, овец съел. А может быть, знаешь, как получается еще? Что город и деревня всегда одновременно есть. Что есть и села, и деревни, и есть где-то город, огороженное место, куда эти же самые крестьяне убегают в случае опасности. Может, город всегда имеет смысл крепости? Допустим, раньше, допустим, как город был? Ты же сейчас не видишь ни одного из городов с кем. Нет, не то, куда ты убегаешь. Город, мы должны вас... Ты просто исходишь из неправильной посылки. Может, изначально возник город, а потом уже появилась деревня. Нет, нет, я исхожу из посылки, что сначала надо попытаться, может быть, исторически, этимологически, федерологически попытаться пощупать, что это такое. Может быть, смысл поймать, а потом уже пытаться... Изначально было именно город. То есть было дерево с большим количеством функций. Быть можно. А потом от нее длились деревню в качестве неких хуторов. Вот знаешь, что мне не нравится в твоем определении? Что на самом деле, это мое мнение, может, оно и неверное. Мне почему-то каждый раз в городе всегда сосырится с торговлей. Вот понимаешь, вот не трудно понять, как это в деревне есть торговля. Трудно. Не может быть. Не может быть. То есть люди, допустим, едут на торжеще. Всегда так. Ярмарка какая-нибудь, да? И вокруг этой ярмарки, ну, естественным образом возникают остальные функции города. Пока не защита этой ярмарки. Есть у тебя, типа, полиция, которая разбирается. Малышская ярмарка, в которой ничего вообще говоря, вот она появилась, а потом все взяли и разъехались. Нету ничего. Не, ну, понятно. И просто некоторые ярмарки являются временными, и так и остаются временными. А другие ярмарки, оно круглогодично. И на том месте, на месте торжеща или ярмарки, которая существует круглогодично, возникает город. Да, почему там возникает? Ну, потому что там постоянно идут торговые потоки, да, там, допустим, с одного места на другое. Постоянно идут караваны продуктов. Постоянно происходит встреча и взаимообмен, да, то есть покупаются товары и перевалочный пункт, можно было сказать. Какое-то место хранения или там место торговли и прочее. А город прежде всего... И поэтому города, подожди, вот поэтому города жгутся границы, должны жаться границы. Они, во-первых, выполняют функцию оборонительного, а во-вторых, функцию торгового. И город, мне кажется, прежде всего возникал как способ застолбить за собой определенную территорию. То есть нужно поставить крепость, там, посадить в ней гарнизон, так сказать, и уже окружающая территория, она твоя. Смотрите, что у вас получилось. У вас получилась большая, одна большая глобальная деревня, а по краям ее города. Но это же не так. Не, ну вот вот это... Все прямо наоборот, в центре города, а по краям стражевые посты. Ну, понял, что... Не, 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 Стас-то правильно говорит. Когда город возвышается над окрестностями, да, и все окрестносты в каком-то отношении принадлежат к этому городу. И поэтому возникает город в центре. Но вообще, как бы, смысл города состоит в том, чтобы оборонять все окрестносты, да, чтобы их держать и на них влиять, там, в зону влияния и прочее. Это с одной стороны. А с другой стороны, наверное, есть другая функция города, которая связана с тожищем, да, тоже, че тоже нужно охранять. А оно обязательно где-нибудь на границе, да, где проходит какой-нибудь торговый путь. Запрещены просто принципиальные стены. Ну, например, подожди, вот, например. Того или как такового... Морские города, морские города, зачем они там стоят? Морские города. На путях, на путях. Правильно, на путях. Запрялся водитель. Причем многие города именно являются такими морскими, да. Много же таких городов. Бежгенезис-то он не важен, просто... Не-не-не, хочется понять, что первоначально никакое поселение людей. Я в справедливо в этом смысле согласен, что первоначально поселение людей было не деревней, первоначально поселение людей было городом. А какой город, может быть, скажем, в начале, в первобытном строе? Потому что там делалось все. Там было и образование, там было большое количество функций. И образование было, и какое-то наличие промышленности, что-либо еще. А деревья – это всего лишь одна функция. Какая она, скажем. Я думаю, что город и деревья всегда миссии существуют. Такого не может быть. Тогда просто это уже... Миссии существуют они всегда. Как сказать, натяжка определения, кажется, уже. Это просто место, где... Поэтому, как бы, БОН, он большая деревня административная. Одна функция. И в деревнях всегда были, там, не знаю, и кузнецы были, и плотники, и, в принципе, много чего было. Но в любом случае, как бы, определение, мне кажется, которое ты даешь, оно слишком упрощает. Значит, что деревня – это одна функция, а город – это много функций. Ну, нет, важно, когда-то народу отличиться. То есть, город отличается того, где у тебя многообразие возведет принцип. А народ – это то, что у тебя единство воспризнало принципом. Город – это принцип многообразия. И деревня – это удивление. По крайней мере, твое определение интуитивно не очень, как бы, правоподобно. Знаешь, когда ты осмотришь, примерно, что такое город, как бы, не... То есть, то, что ты говоришь, оно в чем-то там согласуется, да, вот, с тем, что мы наблюдаем. Но в чем-то, как бы, какие-то существенные разногласия. У тебя, вообще, как бы, торговля... Понимаешь, я считаю, что... Торговля – одна из функций. Одна из функций. Я считаю, что во многом, как бы, это и есть консолидирующая... Торговля – это одна из функций. Функция города, консолидирующая. Именно торговля. Потому что выгодно торговать, как бы, на одном месте, чем, вот, пытаться искать друг друга на огромных просторах, там, каких-нибудь, там, степей, да. Выгодно, как бы, установить, что, вот, есть некая тожещая, да, ярмарка, там, не знаю, как назвать это, там. Выгодно, как бы, знать это и туда каждый раз собираться. Собираться на какой-то... Сначала какие-то отдельные периоды, да. А потом, это, может быть, это возникает постоянная нужда, поскольку торговля – вещь такая необходимая. То есть, возникает постоянная нужда в городе, да. И вот возникает, вокруг этой торговли возникает и административные функции возникает, и, как бы, функции полицейские, там, функции, там, обеспечения, там, еду, ну, все остальное. А потом, уже, как бы, возникает, уже, второй этап, когда город становится, приобретает власть над окружающими, там, районами. Город уже, как бы, держит власть. Телефон. Это была СМС-ка. потом еще есть возможность возникновения города вокруг какого-то святого места ну это святое место ну там берешь какие-то магические услуги тебе продают ну это понятно святоество очень магические услуги другие посчитают, что святое это не так поэтому я упоминаю люди приезжают например, как сейчас существуют многие у нас маленькие города в них стоит какая-нибудь церковь церковь, ну там монастырь источник, вот город Киева, допустим там ничего нет кроме этого Кирилла Белодевского это компонент урисничества ну тем не менее все существует за счет того, что есть какая-то достопримечательность и все вокруг этой достопримечательности ну это отчасти да, отчасти нет с другой стороны красивые места и народ, из Череповца обеспечит народ и держит там дачи и там даже часто живет и на работу ездит в Череповец то есть океационная чисто функция поэтому, кстати, между прочим Кириллов, с моей точки зрения, деревня а знаешь, как Кириллов возник, между прочим ты же помнишь? сначала возник монастырь и вокруг этого монастыря возникли поселения крестьян с моей точки зрения Кириллов это типичное деревня есть одна и две функции рекреационная функция вот наш одноклассник Семагин об этом пишет много то есть моногорода, по-твоему, это деревня? да, как и у Кириллов Кириллов это деревня ну там народ это десять тысяч может быть существует есть моногорода есть уже города в таком привычном понимании но вот для них проблема, что они выполняют как бы достаточно функцию безусловно, там есть и образование, и здравоохранение это все есть как бы там они в гораздо большей степени деревни чем города а вот Белозерск ну вообще непонятно чего такое рядом ну что такое Белозерск ну да, Белозерск это ладно, там не будешь не мучать все города перечислять дело не мыло нет, когда-то там что-то было, наверное просто сам факт состоит, что действительно, люди это мигрируют ведь мы ведь речь идем о чем-то о том, что город возникает как некое место, куда мигрируют люди и там обживаются но сейчас вот едут в город ну зачем? за возможностями нет, ну изначально как вот как изначально город-то возник по-твоему? ну как-то возник, да ну как возник? у тебя сразу же в такой период уже города стоят а как они возникли? не привезли это мощи святого в коробочке город и возник нет, ну сам факт как сказать город возникает, видимо какую-то потребность он должен изначально не, ну что еще мне кажется, во-первых в древности, во-первых ну не нам не в древние в древние времена совсем уж древние как там нет понятия горы, различия между городом и деревней по сути потому что скорее всего я предполагаю что все они были были городами не знаю, это бессмысленно заживать просто это поселение не, не кажется еще раз говорю я вот считаю что вот когда разговор идет о стенах для древних городов это существенное определение недаром все-таки в определении город именно указывает огороженное я тебе говорю что очень сложно какое-нибудь войнарское укрепление назвать городом оно очень укреплено еще раз говорю возможно некоторые крепости и не переходили в город но с другой стороны некоторые крепости становились городами возможно да, некоторые становились а некоторые нет ну вот это просто ведь смотрите что здесь важно следствие из этого то есть город это то чего должно стремиться к максимальному многообразию своего нет еще раз говорю ты как бы пока рассказываешь следствие на самом деле следствие возникает согласитесь что всегда моногород возникает нет я говорю что голод предшествовал деревне во первых скорее всего город и деревня одновременно всегда были потому что у тебя было и обучение и образование все это вам небольшого насъемного пункта а потом обучение все остальное было отдано в некий отдельный специализированный пункт который назывался город так называемый у тебя здесь осталась одна функция здесь осталась деревня сначала возник город потом эти функции передались в какой-то более крупный населенный пункт а здесь у тебя осталось судейское хозяйство и образование и лечение и управление и все остальные функции и это и есть более крупный город чем было первоначально то есть деревня это более позднее образование чем город они одновременно все возникли потому что если в городе как города возникли все нет деревень почему просто этот самый город как это было то есть шли эти моисеев ведомые евреи и построили город да так нет потом вот так получается у тебя населенный пункт он скорее был вот этот населенный пункт где люди живут в пещерах так это и есть деревня любая это и есть город это и есть город не деревня это город потому что у тебя здесь было и обучение и всякая сократная обучение 10 раз уже произнес все остальные обучение в том смысле обучение например сажать пшеницу ну там один раз показал там это обучение там 30-10 минут нет это не так ну а как это не так ставить ловушки и так далее конечно от отца к сыну у сын ходит за отцом смотрит как он делает вот тебе и обучение все функция обучения и управленческая функция потому что у тебя все у тебя было в рамках одного этого же я еще раз говорю что функция обучения выделил специальную функцию для которой есть учителя это более позднее здравоохранение когда наука появилась уже да и вовсю выросла тогда стало понятно что не может отец своего сына всему учить а нужны учителя отец всему сыну учил никакой функции такой не было специализирован ну помышленное производство там было как оно возможно делали там каменные орудия труда а кузнецов потом в деревнях не было? появились потом и кузнецы то есть а вначале не было ничего ну кузнецов у тебя конечно не было ну у тебя вообще получается такое непонятно что в человечестве в виде многих моисеев которые вели своих как бы евреев там в кавычках потом они решили каждый построить на обиталанной земле там совоконность как некоторых городов вот так я думаю сначала а потом когда возникла возникли деревни вот например многие так называемые города силиконовые они представляют из себя по большому счету одни деревни ну вот например а кстати простой парамет деревни студенческий городок вместе с черными комплексами в Петергофе у них одна функция образовательная других нет вот эта деревня типичная она не сельскохозяйственная она образовательная деревня как и Бонн образовательная или не образовательная управленческая деревня кроме функции ничего нету кроме функции управления все остальное находится вне город там Кёрн а деревня Бонн и так далее еще раз говорю деревни стали монофункциональными только благодаря тому что города действительно эти функции у них перехватили но изначально было не так я же тебе рассказываю изначально по определению многофункциональная деревня это город ну понятно да по моему понятию а по моим понятиям на самом деле существовали огороженные места типа крепостей существовали просто села без стен и поскольку было везде натуральное хозяйство и там и там поэтому военакское грубо говоря два дома они у тебя получаются я тебе скажу что я хочу сказать а потом в конце концов действительно поскольку все управление находится в городе город из деревни делает нечто монофункциональное еще раз говорю объясняю просто есть некоторая динамика у тебя получается что некая статика всегда нет статики никогда не бывает статики всегда есть динамика огороженное место выясняется что оно более важнее чем просто село которое открыто всем ветрам все когда-то раньше совсем в первобытном строе или там в конце первобытного строя все листа все поселения были огорожены нет почему нет то огорожены все современные города огорожены все современные города огорожены потому что границы сдвинулись потому что возникли ответ на этот вопрос простой потому что раньше не было государственных границ а были примерно границы государственные и были места сильные называют крепостями которые держали как бы границы которые были воображаемы а сейчас есть границы и держат именно границы сейчас уже города функции не выполняя функции защиты территории крепости сейчас не нужно то есть всегда присутствует либо необходимость чего-либо либо это и это необходимость в спарте не было стены при таки ну дело же не в этом в спарте не было стены например у Афин были стены понимаешь вопрос в принципе состоит в том что мне кажется очень многие деревень мне кажется вот я говорю мне кажется города надо все таки понимать исходя из либо из торговой функции либо из функции военной то есть как раз с моей точки зрения крепость то есть у которой либо из функции святого места святого места то есть место куда все приезжают деревня у нее только есть место которое только святая функция это опять такая деревня вот например Александр Сверского этого места его поклонения это город или деревня еще раз я тебе говорю что ты все смотришь статики но вот возникает тоже деревня подожди ну как так с собой разговаривать я не пойму я пытаюсь что-то сказать это деревня возникает тоже что ну людям же кроме того что они торгуют надо ездить где-то жить надо полиция которая бы разбиралась с какими-то конфликтами надо охранять всю эту территорию нужны склады ну и прочее прочее вокруг одного функции возникает сразу много других функций просто связано с тем что люди приехали куда-то деваться надо они же не могут они остаются допустим на месяц или на недели какие-то там не надо где все это как-то поддерживать вот и возникает город конечно если ты в деревне находишь у тебя все это есть поторговал пошел свернул свою лавочку ушел домой там у тебя дома все функции это осуществляется натуральное а если ты уехал далеко на то же у тебя ты же не можешь каждый день возвращаться вот и возникает необходимость всего этого и возникает вокруг этого эти многие функции как ты говоришь это один вариант а другой вариант крепость военная она сначала имеет военное значение там дозор там или там укреп район а постепенно опять же висит укреп район там же люди гарнизоны существуют гарнизоны надо питаться плюс крестьяне которые рядом живут им надо где-то укрываться они поближе к крепости строятся там хоронятся возникает а может быть там со временем возникает опять же та же самая торговая функция и прочее то есть каждый раз это случайное некое стечение обстоятельств я бы сказал когда люди должны отрываться от каких-то насыщенных мест или куда-то двигаться когда вот в буквальном смысле город возникает как вот пересечение миграции многих людей необходимой миграции в силу как бы необходимости жизни тебе надо куда-то поехать и что-то там делать и во сколько там ты присутствуешь тебе вот надо чтобы там все было и ты там все это организуешь либо сам либо там люди существуют люди администрации которые это все организуют вот мы приезжаем допустим на экскурсию едем в какой-нибудь город там есть гостиницы есть есть кафе какие-нибудь есть есть места развлечений есть дороги и прочее прочее все это сделано чтобы мы могли приехать там условно говоря там и все это посмотреть но понятное дело что все это сделано не специально для нас что это сделано все для жителей которые там живут но в каком-то смысле все это сделано в принципе для того чтобы ты приехал в город все это нашел и правильно твое определение что многофункциональность она важна но возможно многофункциональность отобрана она собрана сосредоточена в одном месте что вначале это все рассеяно в деревнике с натуральным хозяйством каждая деревня в твоем понимании должна быть городом если она живет в натуральном хозяйстве нет? да да конечно то есть сначала были деревни в смысле города а потом они стали уже морфункциональными сельсхозяйственными поселениями образовательными плавленческими деревнями да сначала города а потом образовательные деревни значит получается между деревней и городом нет уже прямо такого гранита вначале вначале ну это важно что как бы не важен этот принцип различия который в город заложен принцип различия что вы должны быть не просто одинаковыми все русские а то что вы все разные в том смысле но это мне кажется города все-таки нового типа современные города то что вы все горожане для тебя не это важно важно то что вы разные здесь там хочу большое количество возможностей большое количество услуг и всего чего угодно нет я согласен а все-таки это я думаю города ноутипа это очень интересно получается в этом смысле город как принцип сторон это да согласен потому что именно города всегда инфекция да да в принципе а вот хотя бы объяснять почему Почему они возникают на месте торгового пути? Потому что приезжают из различных стран и оседают здесь, да? Ну, не обязательно, конечно, но тем не менее, это города. То есть, поэтому, чтобы быть успешным городом, как ты должен его возникать? А ты должен в нем пытаться совместить большое количество функций, стараться развивать. Не делать что-либо одно, как был у вас советский моногород. А для того, чтобы город был успешным, ты должен большое количество функций и совмещать. Это как бы принцип албанистики. И таким образом, у тебя получается, что очень часто даже ты вынужден датировать определенные сферы городской жизни, ну, например, какие-то там безумные художники, как сейчас это можно с этим городом посетить, они чем-то там креативным занимаются. Дико Медько? Ну, да. На этом можно усиливать. Нет, ну, в Европе сейчас хуже. А ты их запускаешь. Но это как бы будет душа голода. Не, ну, вообще, если ты заметишь, на самом деле, сейчас пошла мода на то, чтобы создавать какие-то усилительные, какие-то грандиозные сооружения, да, там, создавать какую-то специфику города, чтобы туда притягивать. Ну, это тоже, и специфика тоже она важна, конечно. То есть у тебя, ну, это означает, пиа, у тебя должно быть лицо. Лицо должно быть. Ну, вот, например, башню собирались у нас в городе построить. Это бы придало городу определенного рода шарм. Ну, непонятно, что она придала. Или не придала бы? Ну, придала бы. Если она такая высокая, все бы знают, что высочайшая точка и опа, высочайший небоскоп, находится в Петербурге, чем не плох тебе. А в Москве башню федерации разве не высочаешься? Ну, они не живут. Она не достигнет такой высоты. А тут пятьсот полкилометра. Ты, как бы, опа, все это знают. В Петербурге высочаешь и здание и опа. Это неплохо. Это неплохо, опять-таки. Но ты, по крайней мере, должен стремиться к максимальному многообразию всего, чего можешь добывать. Тогда все-таки стремиться к многообразию – это функция города или это неизбежность? Это неизбежность? Это неизбежность. Но ты можешь с административной своей пирамидой считать, что у тебя рентабельно то-то и то, а все остальное не рентабельно. Искусственно все остальные вещи в городе давить. Ну, а как, если у народу есть потребность в чем-нибудь? Ну, так а можно и задавить. Можно и задавить. Ну, как может что-то задавить, если возникает спонтанно это потребность? Ну, вот тебе классический пример. Мы знаем, что есть город замечательный – Москва, и там и большинство всяких обоев, плоскогрупцы и все прочее покупают на так называемых строительных рынках. Типа митина, там еще каких-то. Уже заодно, по-моему, не так? Ну, до сих пор так. По-моему, там уже так же, как у нас Супермарк. Нет, это до сих пор так. До сих пор так. А у нас, когда об этом тоже встал вопрос, пока они говорят, сейчас до сих пор, если что-то мне надо купить, я еду в боксы. А в боксе есть, видимо, такая территория, и там большое количество магазинчиков, московских. Ну, там московский типаж. Строительство. Не по удовольствия, а мелкостроительного в таком образе. У нас, Матвенко, когда сказали, она сказала, подобного формата в Петербурге не будет. Ну, такая легенда существует. Действительно, подобного формата у нас в Петербурге нет. Вот. Классическое управленческое решение, оно ему препятствует. Такая. А те же самые по рынке, я могу сказать, что я три года назад посвятил Северный Кавказ, у них рынок абсолютно доминирует над всеми остальными формами торговли. У них есть такая, в Пятигорске есть такой знаменитый на всю страну, на весь Северный Кавказ, с рынок Людмилов, главная точка торговли. При этом есть большое количество других рынков. Они занимают офигенное пространство между собой. Ты можешь ехать там минутами, мимо его стены ночью, и в средней громадную пробку из фула. Ночью туда едут на Людмилов, на рот отверстий с закрытой. Знаешь, что как бы любопытно? Любопытно, что вот в 19-17 веке город все-таки, было видимо выгодность ситуации, что много людей скучно в одном месте, в том числе людей образованных, выгодно было все производство прямо в городе организовывать. А сейчас с обратной ситуацией. Получается, что из-за того, что земля дорогая, из-за того, что в городе много всякого рода препонов, соответствовать многим всяким вещам, выгодно выгодно, выгодно. Все производства уезжают на перепитки. Переслегин говорит постоянно. Он постоянно говорит, что инфраструктура в большом городе, начинает экспоненциально расти, скорость инфраструктуры. Это же о чем вы говорите? Что раньше более многофункциональный был город, чем сейчас? Что это? Если раньше производство было в городе, это означало, что… По большому счету не так много производства всевозможных. Они уезжают из центра города, но они из него как такового не покидают. Они, во-первых, уходят на периферию и все больше и больше периферию города. Города, да. На периферию уходят, на крайнюю. И все больше и больше периферию. Они из-за того, что из центра уходят, они не уходят куда-то еще. Завод у тебя не переезжает в Кириллов. А еще объясняю. Ну, потому что остается изначальная зависимость от какое-то количество образованных рабочих. Потому что, например, какие-то сложные производства, они требуют все-таки образования. Образование дается самому из города. Города Нью-Йорк, например, оттуда вообще все уехало. Даже с поблизости. Туда уехало и все. Так что, когда говорят, что Нью-Йорк – большая деревня, это правда. Там, действительно, основная производственная функция активно вытесняется. Вот так.